Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Вы знаете, что я рассказываю про разные финансовые инструменты. И самый надежный инструмент в настоящее время является ОФЗ, это государственные облигации. Но одна облигация, которая государственной является, она выбивается из общей структуры, потому что это валютная облигация в долларах, во-первых. А во-вторых, она обладает абсолютно уникальными и удивительными свойствами. Это облигация Россия-28, и сейчас я хочу остановиться более подробно на ней. Она доступна абсолютно всем. Это первая уникальность. Абсолютно каждый человек может ее купить. И свойства этой облигации, они просто потрясающие. Так, ну вот сейчас я надеюсь, что будет видно. Это на сайте Мосбиржи. Смотрим. Министерство финансов Российской Федерации, еврооблигация, Московская биржа. У нее цена 161,799%. Это вот текущая цена, максимум, минимум. Вот количество сделок. Доходность последней сделки. 4,42%. Мы еще к этому вернемся. Ключевые параметры доходности. Дата погашения 24.06.2028. Дата выплаты купона 24.06.19. Дальше идет график торгов. Ну, он по-часовой, поэтому здесь достаточно. Ну, просто такой. Вот так он выглядит. Код ценной бумаги вы видите, полное именование вы видите. Краткое наименование РУС-28. Это тикер на бирже, по которому вы сможете найти. Значит, дата начала торгов 24.06.1998 года. Дата погашения 24.06.2028. Поэтому она и называется РУС-28. Первоначальная номинальная стоимость 1000. То есть номинал 1000 долларов США. Валюта номинала доллары. Возможен досрочный выкуп. Да. Два раза в год, то есть раз в полгода выплачивается купон. ОФЗ. Сумма купона, да, ставка купона 12,75% в валюте. Сумма купона в валюте номинала 63.75 соответственно. Ну, понятно, раз 12,75% в валюте. Еще раз обращаю внимание на дату 24.06.1998 года. Почему я обращаю на это внимание? Если вы помните, что в 1998 году был дефолт. И Россия отказалась в 1998 году отвечать по своим обязательствам по ГКО. ГКО – это были облигации краткосрочного займа, государственные краткосрочные обязательства. И вот по ним она отказалась выплачивать. Но данный вид облигации – это валютная облигация. И по этим, по валютным облигациям, совсем другое дело. То есть государства, когда объявляют дефолт, они во внутренней валюте объявляют дефолт, а вот в долларах – нет. То есть перед иностранцами обязательства выполняются перед российскими, перед внутренними клиентами. Ну, там среди внутренних были, может быть, и иностранцы. Но вот по долларовым обязательствам выполняются. И именно поэтому… Да, там просто была предложена реструктуризация. Поэтому, значит, растянули срок выплаты по данным облигациям. И, соответственно, на 30 лет, до 2028 года. И при этом повысился купонный доход. 12,75% годовых в валюте. Но сейчас не 1998 год. И тогда государство, ну, бюджет был абсолютно не то, что убыточный. То есть государство было полностью по уши в долгах, почему и был объявлен дефолт, то есть там вообще делать было нечего. Вот. А сейчас ситуация ровно наоборот. Государство не то, что не в долгах. У государства накоплены бешеные деньги, которые лежат в фонде, так сказать, в резервном фонде, фонде национального благосостояния, которые пополняются достаточно хорошо. И у государства, да, и нам не дают больше в долг ничего. Поэтому у нас по соотношению долгов и наших доходов, ну, мы одни из лучших в мире России. Поэтому российские сейчас государственные ценные бумаги считаются одними из самых надежных в мире. Что касается и этой бумаги в частности. Поэтому доходность по государственным облигациям, они являются очень надежными. Текущая доходность, она соответствует 4,42% годовых. Текущая доходность. То есть эти облигации Россия-28 продаются с бешеным наценкой. Вы видели, что 161% от номинала. Теперь идем в КВИК. Я вывел табличку по евробондам. И вот здесь вот, смотрите, ну, тут ПСБ, тут дальше ТМК, система, Роснефть. Вот они все государственные ценные бумаги, номинированные в долларах. Смотрим. Рос-20. Номинал 100 тысяч долларов. Рос-22. Номинал 200 тысяч долларов. 23 – 200 тысяч долларов. 26 – 200 тысяч долларов. 27 – 200 тысяч долларов. 28 – 1 тысяча долларов. Минимальный лот – одна штука. Доступно всем. Рос-29 уже 200 тысяч долларов. Рос-30 – 0,375. Но, то есть вот она тоже, так сказать, может быть интересна. Но она совсем другая, а о ней я пока не буду говорить. Рос-35 – 200 тысяч долларов. 200 тысяч долларов. 200 тысяч долларов. 200 тысяч долларов. Роснефть. Дальше идет номинал 1000 долларов. Минимальный лот 200 тысяч. То есть из доступных для простых смертных только две облигации – РУС-28 и РУС-30. Сейчас мы рассматриваем РУС-28. Цена последней сделки – 161,799. Ровно эта цена была и на сайте Мосбиржи. Мы видели. Оборот торгов по данной облигации вы видите, да? По этой и по этой оборот торгов достаточно большой. Почему? Потому что они доступны физикам, они доступны всем. И поэтому количество сделок тут достаточно большое. Теперь перемещаемся. Накопленный купонный доход. 49,58 доллара. Доходность текущая 4,42% годовых в валюте. Размер купона 63,75, длительность купона 180, то есть раз в полгода. Ближайшая дата выплаты 24,06, 24 июня 2019 года. Сейчас я попытаюсь немножечко пояснить, чем же эта облигация так интересна. Ну, смотрите. Вот, например, мы берем, предположим, 10 таких облигаций. 10 облигаций. Сколько мы за это заплатим? 16,180 фактически долларов. Это за облигацию. 16,180 долларов. Плюс накопленный купонный доход. Вот, ну, по состоянию на 14,05 дата расчетов накопленный купонный доход будет 49,58 НКД. Мы это заплатим. И после того, как мы заплатим, нам гарантируется, если мы будем держать до, соответственно, 24,06, у нас будет 4,42% годовых в валюте. Вот, и еще это значит, что если мы купим, например, 10 облигаций, 10 облигаций, это, ну, вот, чуть больше, чем на миллион рублей. 10, ну, да. Вот, получается, что мы на 10 облигаций уже, купив 10 облигаций, уже 24,06, 2019 года, ну, там чуть позже, на самом деле, на пару дней, нам на счет поступит 637 долларов купонного дохода. И через полгода еще столько же, 637 долларов купонного дохода. То есть и каждые полгода нам будет капать по 637,5 долларов купонного дохода на 10 облигаций. Ну, я имею в виду на 10, ну, миллион вложить, это разумно. Можно купить одну облигацию, пожалуйста, на 162,1620 долларов, пожалуйста, плюс накопленный купонный доход, и вам будет капать по 63,75 доллара каждые полгода. Очень хороший вариант. И этот вариант хорош не только тем, что вот он такой, а тем, что это государственные ценные бумаги, это государственные облигации. Это дает дополнительный плюс, потому что вот этот вот купонный доход, который вы получаете, он не облагается налогом на доходы по закону, потому что это на 100% государственная ценная бумага. Это не все. Дело в том, что когда вы продаете эту ценную бумагу, то если вы покупаете обычную ценную бумагу в долларах, номинированную, то есть курсовая разница между ценой покупки, фиксируется цена покупки, и цена продажи. И, ну, во-первых, есть разница между ценой покупки и ценой продажи в долларах, но есть еще курсовая разница. То есть по какому курсу в рублях считается вы купили на момент покупки и по какому курсу вы ее в рублях продали. И может быть такое, что, например, вы продали в долларах вроде бы с убытком, а доллар за это время вырос в цене, и там получилась курсовая разница, с вас возьмут с обычной облигацией, с курсовой разницы по доходный налог. А вот здесь этого не будет, потому что по государственным облигациям цена, когда мы продаем, то в качестве цены покупки государственной ценной бумаги принимается цена продажи, то есть нет курсовой разницы. Вот это вот очень-очень существенный момент. Нет налога на курсовую разницу. Налог на разницу в цене в долларах, да, он будет, вот, а на курсовую разницу нет. Это потрясающе. Но и это еще не все. Друзья мои, смотрите, мы покупаем облигацию за 161%, 162% фактически, от номинала. Эта облигация в 2028 году, конкретно 24.06.2028 года, будет погашена по номиналу с выплатой очередного купона. То есть в 2028 году нам на счет за эту облигацию перечислят не 1600 долларов, которые мы заплатили сейчас, а ровно 1000. Что это значит? Это значит, что вот цена погашения, она зафиксирована. И как облигация придет к этой цене, никому неизвестно. Она может дорожать, а может дешеветь. От чего это зависит? Это зависит от ключевой ставки ЦБ, прежде всего, от международных санкций и так далее, от доступности денег в России. Вот, поэтому, поэтому, смотрите, но по-любому она когда-то опустится до 1000 долларов. И если мы будем держать ее долго, то мы получаем, то есть мы получаем, смотрите, от вложенных средств достаточно хорошую доходность в валюте, достаточно хорошую доходность в валюте 4,42% в валюте, но при этом, по мере того, что цена снижается на данную облигацию, мы будем получать бумажный убыток. Что это значит? Это значит, что мы получаем фактическую прибыль, а фиксируется убыток, который уменьшает нашу доходность на брокерском счете по другим бумагам. Смотрите, вы можете купить, например, ноту рублевую с доходностью 15% годовых, и вам будут поступать купоны 15% годовых, значит, там регулярно будут поступать. Это ваша прибыль, и на них будет начисляться налог на прибыль. вычитаться. Ну или вы покупаете там какие-то бумаги, вы получаете прибыль. Так вот, уценка постепенная вот этой бумаги, она будет потихонечку снижаться, там даже закон можно, ну, закон нельзя понять, потому что она будет вот как-то гулять. Так вот, она будет уменьшать ту прибыль, с которой вы будете платить налог на доходы. То есть ее можно использовать также для оптимизации налогов. Абсолютно легальной. И, ну, народ, инвесторы крупные, они очень даже этим пользуются, потому что, потому что вот такая облигация, она досталась нам со времен дефолта, она обладает вот такими удивительными свойствами. И вот сейчас, посмотрите, вот график недельный, вы видите, этой облигации. Сейчас я попытаюсь втиснуть его в окошечко. Вот так. И вот так. Вот, посмотрите. Вот здесь вот, ну, начало, не знаю, видно вам или нет, 2016 год. Так, 2000. Ну, то есть, на графике отражается с 2016 года, насколько я помню. Она росла в цене, потому что народ ее только распробовал. Вот. Ну, потом, значит, она падала в цене. Здесь, вот он, 2014 год, помните, кризис был, да? Вот. Потом она снова росла, потом снова падала. Сейчас цена стабилизировалась. Предполагается, что Центробанк вот в этом году должен приступить к снижению ставок. И, ну, когда-то он в течение полугода может быть снизить ставку. Как только Центробанк снизит ставку, цена на эту облигацию немножечко подрастет, ну, а потом начнет падать, естественно, до 100%, потому что постепенно, к 28-му году. Вот. К моменту окончания срока действия. и поэтому, именно поэтому, вот именно сейчас, в настоящий момент, данная облигация, на мой взгляд, обладает самой привлекательной ценой. самой интересной ценой. Именно поэтому. То есть, смотрите, сейчас многие думают, что надо вкладывать деньги в доллары. Да, я согласен, доллар, скорее всего, будет расти к рублю, но если мы купим не просто доллары, а мы купим облигацию, которая будет давать доходность 4,42 в долларах, то это еще лучше. То есть, мы получаем не просто доллары, а доллары, которые растут. Это первое. А второе, они еще и подорожают. Вот эти вот облигации. Ненадолго. Но хорошо. То есть, сейчас самые лучшие условия. Первое. Второе. Они доступны абсолютно всем. Не надо обладать статусом квалификации. статусом квалифицированного инвестора. Не надо ничем обладать, просто, пожалуйста, берете и покупаете. Если, конечно, вы умеете работать в системе КВИК с биржевым терминалом. Если не умеете, пожалуйста, у меня есть курс обучения биржи для чайников. И вот если вы пройдете, вы абсолютно точно будете уметь вот это делать. Абсолютно точно. Вы купите на бирже валюту столько, сколько вам надо. У открытия это можно сделать от одного доллара. Я об этом рассказываю на курсе биржи для чайников. И там же вы сможете просто выбрать вот эту таблицу, найти эту облигацию и купить, и следить за ее поведением. Абсолютно железно, спокойно. и вы в любой момент ее сможете продать. Потому что, ну, вы видели, что там есть торги, есть объем торгов, есть объем операций. Все это можно сделать. Вы сможете самостоятельно в любой момент продать ее в любом количестве. Это потрясающий инструмент. Но кроме того, есть еще один лайфхак. Лайфхак. Вы ее можете купить еще и в кредит. Дело в том, что открытие брокера по валюте дает плечо под 3,75% в валюте. А мы помним с вами, что доходность по данной облигации 4,42. То есть, если мы имеем, например, 1600, там, 1700 долларов на счете, то мы можем купить не одну облигацию, а сразу две. Одна из них будет куплена за наши деньги и будет давать 4,42% доходность, а вторая 4,42 минус 3,75. Понимаете? То есть, мы тем самым на свою 1700 долларов увеличиваем доходность. Это лайфхак. Вот. я не советую пользоваться сильно превышать плечо, но один к одному вот, в общем, рекомендуется. То есть, вы на ту же 1700 долларов получаете уже не 4,42% доходности, а 5 с лишним. И они не облагаются никакими налогами. 5% годовых валюте. точную цифру вы можете посчитать. Понимаете? Очень крутой инструмент. Очень советую. Вот. Но, опять же, вся ответственность будет на вас, потому что, когда мы принимаем решение по покупке того или иного инструмента, то мы принимаем это решение самостоятельно. Об этом я должен предупредить. Какие здесь риски есть? Ну, если Россия объявит очередную дефолт. В обозримом будущем не предвидится. Вот. Надеюсь, эта информация была полезна. Поэтому поставьте, пожалуйста, лайк. Вот. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. И до встречи. Оставайтесь на моем канале. С вами был Демитков Юрий. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.